Они живут все с колес, какие-то гранты, где чего урвать. Ну и тем более страшно на это смотреть, когда эти крохи, которые попадают, просто, извините, часто разворовываются. Население это видит, что в результате голый король, что у нас появляются какие-то беседки новые, какие-то трубы для слушания, птиц, хохофония какая-то, парк спилили, да, а трубу сделали. Люди спрашивают, что это за труба, а птичек слушать, а где же птичек, вы же их дом уничтожили, деревьев-то вокруг нет. Это камень преткновения и проблема не моя лично, а всей страны. И таких, как я, огромное количество людей, у них тоже такая же беда, они вот умирают, уходят, не знают, как дальше. Я последний мастер народный, у меня бумажка есть от советского правительства, прости господи, красная, что я мастер народный. Они дали, не просто так написали, наверное. И я один это леплю, да, там кто-то пытается, где-то в Лихославле, где-то что-то, но я в традиции один последний был. Один на 85 тысяч квадратных километров и на полтора миллиона. Что вы унижаетесь, к кому вы обращаетесь, к какому там этому, ну, чиновнику-нибудь. Вы обратитесь к народу, к населению, скажите, граждане, вот вы говорите, это надо, надо, игрушки надо, надо, песни, национальные традиции, какие все уходят. Сергеич, вы столько знаете, надо. А что же тогда вот такое отношение? Вашим детям, значит, ничего не надо, вы не хотите оставить. Тогда я, как говорится, замолкаю, закрываю свой рот и, как бы, доживаю свою судьбу, как там написано. А это все выкинуть на помойку. Потому что вашим детям это, оказывается, ничего не надо. Ой, какие высокие слова. Да высокие, невысокие. На самом деле, я сейчас говорю не то, что я рисуюсь, что приперло. Сынок, я тебе, когда ты был маленький, немножко не так говорил о людях, о русских людях, о наших крестьянах и подобное. Сейчас я тебе скажу, понимаешь, родину не выбирают. И он говорил, что правительство может меняться, все остальное. Но присягу ты давал ни царю, никому, какому-то Иванову Пидорову, ты давал присягу родине, народу. И ты народу должен служить. Вы так попали, может, судьбоносно, что день рождения нашего земляка Алексея Алексеевича Игнатьева, графа Красного, как мы говорим. Наше правительство вспомнило это имя, и на нем пытаются сделать, как говорится, бренд сыграть, чтобы восстановить барское имение, сделать там музейную экспозицию, и чтобы турист ехал. Ну, как бы, у нас же патриотическая тема, и РЖ, это война, у нас военная тема развивается. Поэтому два слова, извините, я тогда скажу про это. Про графа туда будут выделяться, если, конечно, правительство подпишет, большие деньги, огромные деньги, где нет правды, нет чести. Это девиз Игнатьевых. Все разграблено, все расхищено, ну и так далее. Не будем сейчас об этом. Ай-яй-яй-яй-яй. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья! Ну, жизнь наша построена очень сложная, времена, как говорится, у нас сейчас непростые, а я всегда говорю и думаю, а когда же они были у нас простые в этой стране, в нашей России, да? То война, то засух, то засуще, то зальет и так далее. Все время мы выживали, ну и поэтому, как говорится, на кону гибели Россия много раз стояла, и сегодня тоже ситуация, но выживать-то надо, поэтому живые думают о живом, а не о мертвом. Ну вот, и чтобы высоких слов не говорить, а сказать надо покороче, ну, извините уж, как получится. Это ехали мои москвичи мимо, вот так вот быстренько сумбурно поставили аппаратуру, и говорит, Сергеевич, скажи, как говорится, не то, что последнее слово, но как бы да, последнее уже, не в моей жизни, а прочее. То есть мы уже много раз обращались и рассказывали там про мою коллекцию, про меня, что я там собираю, какие-то музеи. И я обращался к зрителям, и ко всей России обращался. Мог бы кто помочь, даже неудобно, унизительно, как говорится, но все равно просили помочь, соберите по копейке там с мера. Ситуация какая, да? Я, в принципе, уже, вот видите, меня старею, толстею, говорит, травовед там, он, знаете, как это, поздоровел. Зубки вываливаются, фасад осыпается, это самое. Я уже не могу, на самом деле, содержать эту коллекцию физически. Но самое главное, нет, приперло, как говорится, вот в каком смысле. Наша дорогая ситуация и наше дорогое правительство как бы лишило нас, ну, нас старых будущего, я про пенсию про свою, поэтому. А вы, Сергеевич, возьмите, да подарите свою коллекцию там какому-нибудь музею. Я не могу подарить, ребят, поверьте, я бы подарил до вчерашнего дня. Но как только последние вышли эти постановления, мне надо думать о времени дожить ее, о своей пенсии, которой у меня не будет. Вот, извините, меркантильный, ну, живое, думаю, это живом, да? Это самая, своя рубаха ближе к телу. То есть, я могу ее за копейки продать. Я пытался говорить, просить, чтобы, ну, как бы наша администрация, сейчас объясню, и не только наша, но я же живу здесь. Взяли меня вместе с этим барахлом на пороке, ну, то есть, взяли на работу за самый минимум, за этот, как он называется? МРОТ. Я бы дожил, как говорится, среди этих горшков государственного учреждения. Ну, и это им не надо сейчас. Мы время какое, они плохие, виноваты. Время очень сложное. Я сейчас обращаюсь не к правительству, не к каким-то людям, которые работают в административных органах. Они ничего не решают. Решают их вышестоящие начальники. От них толку никакого, от этих людей. Потому что, если бы они хотели, если бы они могли, наверное, даже, так давно уже это было все сделано. Потому что цена вопроса здесь, мы сейчас, ну, туризм развиваем туда, что цена вопроса не 10, не 20 миллионов даже рублей. А несчастных 2-3 миллиона рублей, которые детям он собирает на таблетки. И отдача бы была очень большая. Ну, я никак не могу достучаться, что раз мы сейчас развиваем туризм, раз у нас, как бы, в этом направлении работает и страна, и правительство, хотя времена сложные. И мне кажется, мне все говорят, а что ж вас не заметят никак, Сергей Ильич, значит, я не угоден, значит, ну, понятно, все, не будем больше в этом направлении. Поэтому и все мои знакомые мне, вот я хочу посоветоваться и с вами, все мои знакомые, говорят, и прочие люди, которые, прямо, Сергей Ильич, знают, которые мою ситуацию, заходят, вот я тут среди этих всех горшков, вон сзади меня, посмотрите, там какие-то тарелки могу рассказать, ну, некуда сейчас, откуда они и что, то есть уже вешать некуда. И говорят, ну, что вы унижаетесь, к кому вы обращаетесь, к какому там этому, ну, чиновнику-нибудь. Вы обратитесь к народу, к населению, скажите, граждане, вот вы говорите, это надо, надо, игрушки надо, надо, песни, национальные традиции, какие все уходят, Сергей Ильич, вы столько знаете, надо. А что же тогда, вот таковое отношение, вашим детям, значит, ничего не надо, вы не хотите оставить, тогда я, как говорится, замолкаю, закрываю свой рот и, как бы, доживаю свою судьбу, как там написано, а это все выкинуть на помойку. Потому что вашим детям, это, оказывается, ничего не надо. Ой, какие высокие слова, да высокие, невысокие, на самом деле, я сейчас говорю, не то, что я рисуюсь, все, приперло. И вот в апреле нашел одного человека, это тоже нереально найти, но один человек нарисовался, который сказал, я куплю. Вот сейчас я буду думать и собирать, у него денег нет, собирать этот несчастный миллион. Но эти вещи, они мемориальные, они должны, ну, вы понимаете, я не могу их в Самару продать, продам, конечно, в Самару, хоть в Нью-Йорк, но они будут там простым хламом. А на Ржевской земле, на земле Тверской, на этом регионе, это уникально, потому что здесь была страшнейшая война, выжжено все. И здесь последние собраны крохи, их нету в Центральном музее, их нету, ну, в нашем областном музее, их нету в городском музее. Ну, никто не хочет слушать, ну, как, поэтому я обращаюсь, и не то, чтобы помогите мне. Ну, может, найдется такой меценат, как у нас 150 миллионов на памятник, кто-то инкогнито дал и не захотел, ну, как бы, свое имя не сказал. Это другое дело. А так просто, что давайте подумаем, может быть, кто-то, ну, как бы, не то, что соберет в помощь, как милостыню, нате вам, два миллиона, это самое, успокойтесь. А найдем точки соприкосновения, ведь, значит, я уже сколько раз повторялся, игрушки, народные промыслы, я тоже уйду в могилу и с собой все это увезу. Ведь тверской игрушки нету, я так невысокопарно говорю, нету, я последний мастер народный, у меня бумажка есть от советского правительства, прости господи, красный, что я мастер народный. Они дали, не просто так написали, наверное, вот. И я один это леплю, да, там кто-то пытается, где-то в Лихославле, где-то что-то, но я в традиции один последний был, один, на 85 тысяч квадратных километров, на полтора миллиона, ну, и так далее. Не надо это? Надо! А что ж вы тогда? Так, посадите мне трех детей, дайте. Я хоть их научу, потому что унесу всю мою игру, дальше, и так далее, все эти коллекции, все эти сарафаны, все эти особенности, причем научный мир знает, понимает, о чем я сейчас говорю, что у каждой зоны, региона есть свои особенности. Ржевск, я не буду уже повторяться тысячу раз, мы сидим в Ржеве, поэтому есть ржевский бренд, ржевский костюм, особенности ржевского сарафана, особенности ржевской прялки, как и в России других не было, термин у них научный, ржевская, и так далее. Ну, это же, как бы, сохранить нужно, интересно, но у нас нет. Дальше, почему я это все говорю? Значит, сегодня, вот вы проехали, кто меня снимает, они приехали мимо, я говорю, ребят, а вы так попали, мы же судьбоносны, что день рождения нашего земляка Алексея Алексеевича Игнатьева, графа Красного, как мы говорим, и сейчас почему я его вспомнил? Оказывается, мы сейчас, наше правительство вспомнило это имя, и на нем пытаются на этом сделать, как говорится, бренд сыграть, чтобы восстановить барское имение, сделать там музейную экспозицию, и чтобы турист ехал, ну, как, у нас же патриотическая тема, и Ржев, это война, у нас военная тема развивается, поэтому два слова, извините, я тогда скажу про это, про графа. Туда будут выделяться, если, конечно, правительство подпишет большие деньги, огромные деньги, там цена вопроса идет до полмиллиарда рублей. Ну, если писать проект, восстановить дом, все службы, сделать гостиницы и так далее, понимаете, храм 18 века, надо привести в порядок. Научная работа не требует этих 20-30 миллионов, она требует копейки хотя бы, ну, чем наполнять эти дома будут, ну, мебель надо какая-то, надо же научную работу проводить, и уже сейчас надо бы открыть музей, и здания в городе стоят. И, ну, я не могу содержать это здание ЖКХ, даже там, наверное, 50 квадратных метров, вы понимаете, вот. Поэтому кому мне сказали обращаться? Только к населению, к частникам, к людям, которые, может, заинтересуются. Ну, потому что у нашей власти сейчас, на самом деле, денег нету. Они живут все с колес, какие-то гранты, где чего урвать, ну, и тем более страшно на это смотреть, когда эти крохи, которые попадают, просто, извините, часто разворовываются. Население это видит, что в результате голый король, что у нас появляются какие-то беседки новые, какие-то трубы для слушания птиц, хохофония какая-то. Парк спилили, да, а трубу сделали, люди спрашивают, что это за труба, а птичек слушать, а где же птичек, вы же их дом уничтожили, деревьев-то вокруг нету. Ну, вот такие вот, Господь с ними. Ну, вот, значит, что за граф, два слова. Кто не читал 50 лет в строю, тот не поймет. Пожалуйста, почитайте, пролистайте просто. Но в интернете, посмотрите, сейчас появилось очень много сайтов. Я к чему говорю, я вот к вам обращаюсь, а на самом деле это камень преткновения и проблема не моя лично, а всей страны. И таких, как я, огромное количество людей, у них тоже такая же беда, они вот умирают, уходят, не знают, как дальше и так далее. Так же с графом Игнатьевым. Сколько уже, вот сейчас, последние 15-20 лет копья ломают, сделали вот эти, как группы, там, сайты питерские, которые про Игнатьева, свой сайт сделали, московские, не хотят с ними общаться, ну, в общем, собирают свой материал. И вот эти питерские говорят, а какое там ваше имение деревенское какое-то, разбитое все, да мы притянем имя его и будем делать, ну, как бы, экспозицию против Петербурга. Ну, где он служил тогда, почему не народе, потому что мы уже бьемся-бьемся, там, на уровне Москвы и Петербурга люди, там, знаете, профессоры и прочие ученые, бьемся-бьемся и поняли, что бьемся полезно. Так вот и я говорю, давайте два слова скажу, раз уж вы приехали, покажу вам, кто это такой за человек. Материалы, кстати, вот собираю всякие материалы, да, кстати, до сих пор местные, вот, местные, как бы, не то, что исследователи, а те люди, которые хотят в программу в это войти, им, как бы, знаете, по барабану, пятого он родился или шестого, главное, чтобы средства выделили, ну, не понимаете я о чем. Сколько раз, Талдыч, вот, метрика, граф, ну, будем называть, граф, Алексей Алексеевич, граф, граф, родился в 1877 году, вот его метрика, того времени, ксерокопия, родился 17 февраля, ну, что ж, вы не можете перевести, прибавить 13 дней, пока я дарю, да, 1 марта, день рождения графа, значит. Ну, 50 лет в стране, это дипломат, это генерал-лейтенант, уже Красной армии, он, как бы, до звания дослужился при царской армии, Первая мировая война, самый главный, это Антанта, он, Аташева, в Париже, его брат, начальник контрразведки и так далее, понятно, да, тут советская власть возникает, то есть революция, он перед выбором стоит за границей, сохранить шифры, агентуру, все списки, сдать их, ну, сдать Россию, родину свою, ну, шпионскую агентуру, ну, как бы, раскрыть это все, или куда-то там в третью страну бежать, 225 миллионов этих франков, ну, и тогда на нем лежали, он все оставил, ну, как бы, в своей стране, он делал выбор. Военный Атташе в Париже, во Франции, 14-й год, вот он молодец какой, да, значит, здесь сумбурно возьму фотографии, когда уже в 37-м году он вернулся, ну, как бы, в Советский Союз, в Россию, в Советскую Россию тогда называли, вернулся, конечно, работал на нашу разведку и так далее, но не будем. И это 52-й год, за два года до смерти, это московская квартира с женой Трухановой, своя Надежда Наталья Владимировна, вот, квартира его была полным музеем, как его тетушка, я, кстати, с ней разговаривал, не поверите, да, вот мне 58 лет, я застал живую его тетушку, княгиню Мещерскую Екатерину Александровну, вот, она говорила, да, Леша говорил мне, неси все ко мне, потому что я все-таки генерал, я такой чин, и после моей смерти точно сделают в моей квартире музей, потому что в нем все разграблено, все расхищено, ну, и так далее, не будем сейчас об этом. Он родился в 1877-м, что он служил военным, ну, в общем, при царях еще, при Николае II и так далее, Первая мировая война и так далее, и вся страна, когда началась гражданская война в России, в Советской России, то нужно было делать выбор. И он сделал выбор за народ, за советскую власть, не за советскую власть, а за новую Россию. И если он не лукавил, то он писал в своей книге «Писать лет в строю», что когда отец мой перед смертью его застрелили в Твери в 1906 году в губернском собрании, там отдельная история была, там это вот уже, и он говорил, сынок, я тебе, когда ты был маленький, немножко не так говорил о людях, о русских людях, о наших крестьянах и подобных. Сейчас я тебе скажу пример. Понимаешь, родину не выбирают, и он говорил, что правительство может меняться, все остальное, но присягу ты давал ни царю, ни кому, какому-то Иванову, Пидору, Сидорову, ты давал присягу родине, народу, и ты народу должен служить. И второе, запомню, наш народ, который на нас работает здесь, в нашем имении, они никогда не будут нас воспринимать как друзей, потому что мы узурпаторы, которые захватили их свободу, ну и так далее, поэтому он всегда пытался уважительно относиться. Старый граф Алексей Павлович никогда не позволял, чтобы ему поклонились, когда к нему, так рассказывают, когда к нему подходил какой-нибудь крестьянин, он вставал за несколько шагов, бежал, говорит, не надо, не надо, милый, ты что, ты что, ты, вот так, ну, это вот мелочи, ну все. И вот он ему сказал, что честь превыше всего. Наш дед говорил, он ему говорит, сынок, наш дед говорил, где нет правды, нет чести. Это девиз Игнатьевых. Вот. Ну, он вспоминал, сказал, он выбрал, как бы, службу трудовому народу, но перешел на сторону. Да, конечно, белая эмиграция, движение, его, как бы, осудили. И есть такая, я не буду сейчас, сейчас не об истории Игнатьева, понятно, что это отдельно все надо изучать. Да, это нужны деньги, чтобы в архиве делать. Вот его мать, вот она стоит здесь, княгиня Мещерская, Софья Сергеевна, прокляла, там подобное. Это была очень интересная интриганка и так далее. Там много они, можно, личностей такие интересные. На самом деле, конечно, не, ну, как бы, это все было сделано театрально. Сына прокляла, а потом дальше, сынок, привези мне из русской земли, из русской, с моей родины русской земли, чтобы, я не хочу, чтобы во Франции на мой гроб падала чужая земля, привозил ей в мешочки и так далее. Сейчас не об этом. Так вот, конечно, он был дипломатом, будем говорить, шпионом, как Фимашка. Так он был шпион, на родину работал. Да, и не все открыто, не все нельзя говорить, не все он написал в своей книге и так далее. По нему очень много вопросов. У меня нет времени ждать светозарных дней, честно, вы поняли, нет времени физически. Я скоро, как бы, с предками разговаривать пойду. Ха-ха-ха. Ну вот, так что, это последний раз уже, на самом деле. Вот они приехали, я говорю, я сниматься не буду. Они знают, всякие там прибаутки, мне уже достало это все. Я говорю, ну, последний раз. Перед этим последний раз был у солдата, перед тем последний раз был к министру культуры Меденскому, тогда он еще был министром дома Сталина, господин министр, позвоните, один звонок, толчок дайте. Тогда были деньги, и на эти деньги построили какой-то музейчик около дома Сталина, который до сих пор стоит пустой, кстати. Ну, помещение есть. Значит, это самое. Ну, министр сменился, все, и поехали. Забыли, опять теперь пошло. Что, к кому теперь обращаться? К любимой или к кому-то еще друг к самому президенту, что ли, написать? Ну, извините, смешно и глупо. Ну, может, я совсем из ума выжил. Ну, вот такая вот у меня длинная, несуразная получилась речь, обращение, не знаю что. Поэтому, если он купит, я на эти несчастные деньги, хоть я и лекарства, и буду как-то доживать. Потому что пенсии мне не видать, как своих ушей. Ну, по новым постановлениям, по правительству, хотят сказать, партии. Поэтому, дальше. Вот огромные залежи записей лежат. То есть, мы же занимались фольклором, мы собирали песни, мы записывали прибаводки, все эти языки. Когда экскурсию вяжу, одна фирма московская только мне пытается как-то помочь. Вот, 7 тысяч в месяц, все, вся моя зарплата у меня. Ездим, и люди, вот, позавчера возил, люди рот раздевают, не знают ничего. Откуда это, откуда? А вы же уникальный человек. Я говорю, ну, я уникальный. Выйду на углу, я буду качать, я уникальный, помогите мне, кто может, все, чем может. Ну, да, я артист, вы видите, да, актер по своей жизни. И я роль могу сыграть любую, ну и что, трагическую, комическую. У меня было в жизни, что в колонном зале выступать, и, в общем, было давно это с писателем. И я, была такая фраза, сейчас на ум пришла просто. Я говорю, Михаил Горькович, чем я еще могу вашему журналу «Русской правительства» помочь? Вы же мне все время помогали, печатали. Он говорит, Серега, спасибо тебе. Весь тираж, которым я сейчас написал статью, ну, в его журнал, Государственная Дума раскупила. Я, чтобы Думу немножко поддеть, да, по тем временам. А что же, почему Государственная Дума скупила тираж? А потому что там была статья научная по фольклору, как она называла «Двусмысленные русские частушки», «Двусмысленные эротические». О, какой наши депутаты уровня развития, да, им интересно было, как там про мянь жудэ, про кляп рассказывать. Они скупили пол тиража журнала, ну, на эти деньги тебе-то делитель купили. Сережа, я говорю, Михаил Григорьевич, Старство Небесное, я с голым задом пробегу по колонному залу, лишь бы вам и помогли журнал. Он говорит, ну, представится такой случай, может разрешать. Тот не представился случай по колонному залу, я шучу пробежаться. Что ж там тебе, правда, что по колонному залу бежать или сидеть? Да, я в 95-м году это паясничал. Я просил милостыню. Когда мы работали в комитете, 10 лет я там проработал, в комитете в областном, нам дали денежку, мы поехали, от государства оплачивало. Мы поехали в экспедицию в Петербург, чтобы с архивами работать. Я ходил по одному таможенному маршруту, там ночевал и ходил, и там нищая старуха постоянно просила. Я не играю роль, это был 95-й год. Я не знал, что мои коллеги засняли меня за угла, и потом в журнале «Народное творчество», в федеральном журнале, писали Сергеевичу статью, как он просил милостыню на Дворцовую площадь. Да, просил, но я просил, бабушка плакала, бабушка сидела с протянутой рукой рядом, играли саксофоны, гитары, ну, молодежь там тоже что-то в кружке собирала. А я третий день иду, четвертый день, она стоит, у меня там три копейки. Я встал, я же петь умею, я аутентичный пьяник, какая-то уникальная чья. Да, я умею, я могу в башке моей, ого-го, как в лошадиной большой голове, я могу и лекции читать, и студентов нет уже, кто может покасать, как бы, язык, диалект, это уже Тверской земли Сергеевич есть, вот, да, но никому не нужно. Я встал и запел жалостные песни, саксофоны замолчали, гитары умолкли, все подошли, бабушка бежала за мной, у меня сейчас уже, видите, что делать, бабушка бежала, говорит, сынок, возьми хоть сколько с кружки. И сотрудник наш, что-то нету, нету Сергея, что-то случилось, видите, там какую историю, то милиция арестует, паспорт попросит, и она навстречу шла, и она все это наблюдала, она щелкнула. В 95-м году, значит, журнал вышел, Каргин, царство небесное, допекли тоже, это умница был, ученый, центр русского фольклора в Москве, который сейчас закрыто, уничтожен, да, он был редактор этого журнала, написали, вот, как Сергей Ильич просил милостыню. Я пришел потом в комитет, когда нас увольняли, и бывший начальник, не буду говорить его имя, потому что у меня есть принцип, если люди были злые, если твари были такие, как Адольф Олозьевич, ни в коем случае нельзя их поминать, это вот мне так научили, я там колдун каких-то там, да, отчислюсь, это самое, чтобы он не явился, чтобы его, как бес, да, пустота. Я их называю там бесноватый, все понимают, кто это, фюрер бесноватый и так далее, так вот этот вот не бесноватый, а ныне еще живущий, пришел и сказал, Сергей Ильич не пропадет, когда нас сокращать начали в комитете, Сергей Ильич все умеет, он даже милостыню умеет просить, думаю, ах ты, подлец, ну, я там промолчал, вот, да, вот и сейчас я прошу милостыню, который раз, это последний, потому что, а что уже воздух-то сотрясать? Ну, не подают никак, значит, недостойны, я серьезно говорю, значит, времени пришло, значит, эти материалы должны погибнуть на самом деле, и они не последние, передо мной сколько таких короведов ушло, я не буду сейчас фамилию называть, все знают, и все, половина там расхитили, туда выкинули, а теперь его ходят, боже мой, это вот традиция русская, боже мой, какого мы похоронили сегодня человека, мы, как же мы, это самое, дорога ложка к обеду, а потом ему памятник под шесть тонн туда ставят мраморный, а когда он жил, не только руку подать, ногой пропихнуть, до свидания, до новых встреч, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok